Аграрии жалуются на проблемы с логистикой. Их беспокоит нехватка вагонов и повышение тарифов на транспортировку зерна. В свою очередь в Казахстан темыр жилой утверждают обратное. Позиции сторон выслушала Камила Тастанбекова. А время деловых новостей. Камила, какое настроение у агрария сейчас? Ну, они уже настроились продавать свой урожай по более низким ценам. В Павлодарской области скопилось больше 4 тысяч тонн пшеницы, которые аграрии не могут продать. О ситуации сообщили представители сельхозкооператива региона на конференции в Астане. Там обсуждались проблемы логистики, переработки зерна и масличных культур в Центральной Азии. По словам предпринимателей, поставки срываются из-за того, что нет подвижного состава. Большую часть зерна нужно экспортировать в Узбекистан. Аграрии уже нарушили сроки и условия сделок по заключенным контрактам. Параллельно на рынке падает стоимость зерна и дорожает логистика. К примеру, за отправку одного крытого вагона в Узбекистан просят свыше 2 миллионов тенге. Тогда как в первом полугодии тариф был 850 тысяч. Если бы таких сложностей не было, отмечают в сельхозкооперативе, то продавать товар можно было по более выгодным ценам. Трейдера, кто работает по экспорту, объясняют, что именно основной оператор, Астек-Транс, не подает на Павлодарскую железную дорогу подвижный состав. Видите, эта проблема не приходит ежегодно. Она ведет периодами, попадает. Вот, допустим, такая ситуация была в 2018 году. Но в этом году она остро обострилась, и еще тарифы очень сильно выросли. Дефицита грузовых вагонов нет, сообщили в Казахстан темыржолы. В стране насчитывается свыше 10 тысяч хопперов-зерновозов, основная часть которых находится в управлении компанией Астек-Транс. В парке крытых вагонов всего свыше 17,5 тысяч единиц. Еще есть дочернее предприятие КТЖ Кастемыр-Транс, которое в основном перевозит грузы внутри страны. В ее распоряжении из общего парка крытых вагонов только 2 тысячи штук, пригодных для транспортировки продовольственных грузов. Ее цены ниже рыночных на 30%. От этого высокий спрос на услуги компании со стороны тех, кто занимается отправкой шрота и жмыха. За 10 месяцев общая погрузка на сетях Казахстан темыржолы составила 212 миллионов тонн грузов. Из них больше 70 миллионов приходится на экспорт. И к другим темам. Потенциал роста у акций Казмуной Газа есть. Финансисты, брокеры, профессиональные инвесторы продолжают анализировать перспективы нефтяной компании на рынке. Напомню, в начале этой недели фонд Самрук Казна озвучил, по какой цене выставят бумаги на IPO. Одна акция в рамках первичного размещения компании будет стоить около 9 тысяч тенге. По оценке Халык Финанс цена может вырасти на 32%. Аналитики учитывают ожидаемое увеличение добычи на Тенгизе в результате завершения крупного инвестиционного проекта и рост дивидендных доходов Казмуной Газа от Кашагана. Халык Финанс также прогнозирует значительное повышение чистой прибыли компании в ближайшие годы. Порядка 3 миллиардов долларов ежегодно. Активы страховых организаций в конце сентября увеличились до 2 триллионов тенге. С начала года рост превысил 10%. Как сообщает в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, в их структуре наибольшую долю занимают ценные бумаги, денежные средства и вклады в банках второго уровня. Количество заключенных договоров с начала 2022 года превысило 9 миллионов, что почти на 8% больше по сравнению с таким же периодом 2021. Основной рост приходится на страхование владельцев транспортных средств и туристов. В завершение добавлю, национальная валюта к середине этой недели немного ослабла. А к этому часу доллар стоит 469 тенге, при этом объем торгов по данной паре почти не изменился. С приближением квартального налогового периода доллар может вновь приблизиться к отметке 460 тенге, считают в ассоциации финансистов. Евро тем временем стоит 467 тенге, а рубль 7 тенге 68 теннов. Динар, на этом у меня пока все. Спасибо, Камила. Напомню, это была Камила Тастанбекова с обзором экономических новостей. А мы продолжим. Камила Тастанбекова